Я верю, что 22-й год будет годом великого прорыва. В Евангелии от Матфея, 16-й главе, 13-м стихе говорится, «Придержив страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого». Вы заметили, как Он поставил вопрос, «За кого люди почитают Меня?» Иисус знал, кто Он. Люди только пытались понять, кто Он такой. Я уже говорил вам, что не так важно, что думают о вас люди. Важно, что вы думаете о себе сами. Ваше мнение о себе важнее, чем мнение всех остальных людей. Иисус задал вопрос ученикам, хотя и говорил им, кто Он. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Повернитесь к своему другу и скажите, «Ты Меня не знаешь». Повернитесь к соседу и скажите, «Ты Меня не знаешь». Тебе еще предстоит узнать, кто Я во имя Иисуса? Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе этом, но Отец Мой, Исущий на небесах». Кому-то нужно откровение для восстановления. Кому-то нужна мудрость, чтобы подняться и стать тем, кем Бог предназначил вас быть во имя Иисуса. И я говорю себе, «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь, мою и врата ада не одолеют ее». Это послание очень важно, потому что сейчас то время, когда молодым людям нужно узнать, кто они. Я верю, что самое великое поколение живет на земле сейчас, поэтому сатана и старается. Посредством вируса забрать у вас и вашу судьбу, и вашу идентичность. Скажите сейчас, «Я иду вперед во имя Иисуса». Скажите это прямо сейчас. Нам нужно, чтобы каждый Петр стал тем, кем призвал его быть Иисус. Как и каждый Моисей, каждая Дзевора, каждый Иосиф, каждый Седрах и каждая Руфь. Каждому человеку нужно принять решение стать тем, кем вас призывает стать Бог. Не тем, кем вас называет ваш муж, а ваша жена или ваш отец в момент гнева. Вам нужно узнать, кто вы, чтобы исполнить предназначение, данное вам Богом. Для Ионы пришло время выйти из чрева кита. Для Самсона ответить на призыв Бога. Это решающий исторический момент. В ближайшие пять лет в мире произойдет столько перемен, сколько никогда не было. Я говорю о переменах на политической арене, в сфере бизнеса, церкви. Мы увидим радикальные перемены. То, чем Сатана задумал разрушиться, Бог использует, чтобы строить. То, чем Сатана хотел вам навредить, Бог использует, чтобы благословить. Бог поднимет вас. Это давление вам на благо. Пришло время подняться и сиять. Скажите «Аминь». Пришло время принять решение. Я собираюсь подняться не на Невилл-Хилл в Бломфонтейне. Я собираюсь подняться не на Столовую гору в Кейптауне. Я собираюсь подняться не на гору Килиманджаро. Я иду на самую высокую гору с Божьей благодатью. Я поднимусь на вершину Эвереста. Мне есть к чему идти. Мне есть что делать. Во мне живет Бог. Во мне живет Великий Творец. Я не буду посредственностью. Я не буду, как все остальные. Я не буду подстраиваться, а буду выделяться. Я буду тем, кто что-то значит. Я буду тем, кому будут обращаться. Я буду головой, а не хвостом. Я буду первым, потому что так говорит Бог. Люди ждут, что вы будете выделяться. Люди ждут, чтобы вы стали настоящими. Так будьте собой. Позвольте вашим друзьям быть собой. В другом переводе Библии 16 стих звучит вот так. Симон Петр сказал, «Ты Христос, Мессия, Сын Живого Бога». Это величайшее откровение, которое может получить человек. Не узнав Иисуса, вы никогда не узнаете себя. Даже все деньги мира не откроют вам, вашей идентичности, как и вся слава, все аплодисменты или все бойфренды. Так вы не найдете своего предназначения. Поэтому Иисус сначала спросил Петра, «Кто я?» А затем сказал, «Кто он?» И Иисус сказал, «Пусть Бог благословит тебя». Мне нравится этот перевод. Я даже вижу, как Иисус сказал, «Пусть Бог благословит тебя, Симон. Пусть Бог благословит вас. Пусть Он благословит каждого из вас». Думаю, именно так нужно говорить, если ваша любимая спортивная команда проиграла, если ваша собака вас не слушается. Или у вас, скажем, замерзли ноги. Согласны? Иисус сказал, «Пусть Бог благословит тебя». О, сын Иоанн! Ты узнал это не из книг. И не от учителей. Это сам Бог, мой Отец Небесный. Открыл тебе секрет, кто я на самом деле. Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Когда вы узнаете Иисуса, вы узнаете, кто вы. Узнав, кто вы, вы узнаете, на что вы способны. Узнав свою идентичность, вы узнаете свою судьбу. Приближаясь к Иисусу, вы приближаетесь к величию, к большому потенциалу. Вы приближаетесь к снам и видениям. Поэтому вы уже не можете оставаться мертвыми и посредственными. Посредственность — это самое дно, ниже некуда. Бог не призвал вас жить в подвале. Он призвал вас жить в апартаментах. Бог призвал вас стремиться к звездам и дальше. Бог призвал вас быть посаженными со Христом на небесах. Не важно, что с вами было. Не важно, насколько вы избиты и изранены. Бог не оставит вас. Он видит вас не теми, кто вы сейчас. Он видит вас теми, кем вы можете стать. Скажу вам сегодня, что вам нужно остановиться и стать такими людьми, какими Бог призвал вас быть, и вступить в великое будущее, которое Бог приготовил для вас. Ведь Иисус сказал, «Мой Отец Небесный открыл тебе секрет». Теперь я скажу тебе, кто ты на самом деле. Сегодня в нашем мире много давления со стороны соцсетей, особенно на молодежь. Библия говорит, что все, кому меньше 60 лет, молоды. Простите, 30-летние, но так говорит Библия. Я верю Библии. Что вы делаете в соцсетях? Ставите лайки. Я могу поставить лайк, могу оставить комментарий. Если кто-то пишет что-то негативное, вас это обижает. Но вы не сможете нравиться всем. Хотя большинству сможете. Не все смогут с вами поладить. Но большинство – да. Перестаньте тревожиться из-за тех, кому вы не нравитесь. Сфокусируйтесь на том, кто любит вас. Кто сотворил вас. Вы дивно сотворены. Кто-то называл Иисуса Иоанном Крестителем. Кто-то Иеремией. Кто-то Ильей. Кто-то пророком. Но Иисус знал, кто он. Он – Сын Божий. Вы видели в нем плотника, Бог Спасителя мира. Люди видели младенца в яслях, а Бог видел царя царей. Царя вселенной. Аллилуйя. Иисус сказал, теперь я скажу тебе, кто ты на самом деле. Нам нужно его услышать. Мир пытается нас сформировать через систему образования. Спорт, друзей, культуру, традиции. Кажется, что все стремятся найти себя. Я ему больше не нравлюсь. Вы чувствуете себя никчемно и не понимая, что именно он и внушил вам это чувство. Бог убрал этого человека из вашей жизни, чтобы вы узнали, кто вы. Царственное священство, дочь царя. Ваша ценность не зависит от лайков или любви к кого бы то ни было на планете Земля. Во имя Иисуса. У вас есть Бог, который говорит, я скажу тебе, кто ты на самом деле. Иисус сказал, ты Петр. Ты скала. Ты скала, на которой я построю свою церковь. Церковь настолько полную силы. Здесь Дух Божий. Здесь свобода и освобождение. Когда вы приближаетесь к Богу, ваша жизнь будет наполняться силой, поэтому не поклоняйтесь Ему в полсилы, без эмоций. Воздайте Богу громкую славу. Воздайте Богу энергичную славу. Ведь Иисус сказал, что построит именно такую церковь. Церковь настолько полную силы, что даже врата ада не смогут ее одолеть. Я не говорю об увлечении. Люди увлекаются разными вещами. Например, если есть еще художники, пишут картины. Люди увлекаются чем угодно, спортивными командами или же политикой, черпая только в этом свои силы. Кто-то увлекается искусством, к примеру, играют на гитаре. Люди страстно увлекаются музыкой, танцуют. Как-то так бум-бум да бум-бум. Но я скажу вам, что тот, кого коснется огонь Духа Святого, наполнится силой, которая превосходит все остальное. Вы измените мир. Вы будете тем студентом, который изменит все общежитие или университет. Бог ищет человека полного огня. Человека, который узнал, кем призвал его быть Бог. Брат, сестра. Вы измените город. Вы измените страну. Вы измените свою школу. Вы измените свою родословную. Вы будете тем человеком, который первым в своем роду получит образование, разрушит проклятие прошлого и обретет Божие благословения во имя Иисуса. Иисус сказал Петру, «Я скажу тебе, кто ты на самом деле. Ты сильный, надежный, основательный. Ты скала». Представьте, что Иисус назвал вас скалой. Иисус изменил имя Симона. Прежде тот соответствовал своему имени. Симон означает быть сподатливым, легко подвергаться влиянию, колебаться, теряться из-за давления окружающих, быть сподобным толпе и подвергаться ее влиянию. Иисус сказал, «Хватит. Я меняю твое имя на Петр». В переводе с греческого «Петр» значит «скала или камень». Ты будешь несгибаемым. Ты будешь победителем. Ты больше не будешь податливым. Ты больше не будешь колебаться. Ты будешь уверенным. Ты уже не будешь тем, кем видят тебя люди. Я обижу тебя тем, кем ты предназначен быть. Именно так Иисус поступил с Петром. Пока тот колебался, пока у того не складывалось понимание, Иисус стал называть его тем, кем он призван быть. Хочу призвать всех родителей. Не говорите детям об их настоящем. Говорите им об их будущем. Не говорите о том, что видите. Говорите то, что говорит о них Бог. Не говорите о себе. Я не идеальный. Я не так уж и хорош. Говорите то, что говорит о вас Бог. Я димно сотворен. Я принят и праведен. Я оправдан и прощен. Я дитя царя во имя Иисуса. Это лучший путь. Даже если сегодня вы пришли из ночлежки, это не важно, вы дитя царя, и Бог приготовил для вас дворец. Он приготовил для вас великое будущее. Не важно, откуда вы пришли. Важно, куда вы идете во имя Иисуса. Иисус все меняет. Когда Он приходит в вашу жизнь, все меняется. Когда вы находите Его, вы находите себя. Иисус видел, кем предназначен быть Симон. Он предназначен быть скалой. Сегодня я обращаюсь к таким же скалам, а не к расслабленным. Сегодня я обращаюсь к скалам, к оплоту силы. Аллилуйя! Возможно, вчера все было плохо. Неважно, сколько раз вы упали вчера, вы будете сильнее сегодня и завтра. Бог не оставит вас. У Бога для вас великое будущее и великий план во имя Иисуса Христа. Вы сильные. Я говорю это вашему духовному человеку. Вы надежные. Вы основательные. Вы скала. Вы Петр, а не Симон. Вы кто-то, а не никто. Вы чудо, а не ошибка. Во имя Иисуса Христа. Вы не тот, кем называют вас люди. Вы тот, кем называет вас Бог. У вас есть будущее и надежда. А что Бог сделал с Петром? Он зажег свой огонь, предназначение и понимание. Если бы Петр не узнал, кто такой Иисус, тогда в тот момент, когда он понадобится Иисусу, он оставался бы колеблющимся Симоном. Иисус ходил с Петром три года. Что сделал Петр, когда для Иисуса пришло время взойти на крест? Он вернулся к своей ветхой природе и вновь стал колебаться. Он сказал, «Я пошел рыбачить». Это не слова скалы, ведь так? Но это не конец истории. Бог вас не оставляет. И он убегал от Бога, но Бог его нашел. Самсон ушел от Бога, однако его волосы отросли, и Бог посетил его. «Петр, ты уйдешь рыбачить, но Бог придет на берег и вновь встретит тебя со своей благостью, милостью и любовью, и восстановит тебя. И ты все же будешь этим столпом, этой крепкой и надежной скалой, как и говорил о тебе сам Иисус. Бога не страшит сегодняшний день. Бога не страшат ваши недостатки. Бог смотрит на вас через искупительный труд Иисуса Христа. В моей Библии сказано, «Начавший вас доброе дело завершит его». Вы – плод его благодати. Вы – его шедевр. Вы спасены по благодати и только по благодати. Во имя Иисуса. Поэтому Бог вас никогда не оставит. Ваша мама, ваш папа, ваши друзья или сверстники могут от вас отказаться, но Бог этого не сделает. Даже если вы убежите на край света, Бог найдет вас там. Он никогда вас не покинет. Позвольте сказать вам, кто вы. Люди говорят, что вы – пастух. А Бог говорит, что вы – царь Давид. Можете сказать это вслух. Люди говорят, что вы – слабый Гидеон. А Бог говорит, что вы – муж сильный. Люди говорят, что вы – опустившийся Моисей, и Бог отвернулся от вас. Бог говорит, что вы будете великим лидером, великим освободителем. Люди видели проститутку Рааф, укрывавшую Саглидатаев. А Бог видел родословную Христа. Имя Рааф есть в его родословной. Она стала прапрабабушкой Иисуса Христа. Это проститутка Рааф. Бог являл свою милость даже в Ветхом Завете. Он не призывает достойных. Он делает достойными призванных. Я укрою тебя и постыжу твоих врагов. Я помажу тебя среди твоих братьев и использую тебя, даже если люди другого мнения, чтобы никакая плоть не хвалилась предо Мною. Возможно, ваш отец родил семерых сыновей и скончался, и вы стали не самым примерным сыном. Это не важно. Вы зеница Божьего Ока. Вы сокровище Его Сердца. Вы любимое чадо. Аллилуйя! Ради которого Он пришел. Он ваш любимый Бог. Поверьте в это, во имя Иисуса. Вы не просто один из многих. Вы Дитя Божие. Вы избранный. Возможно, вы не знаете свою мать или отца. Возможно, вы один из тех малышей, которых бросили, потому что у вашей матери не было денег. Ваш Небесный Отец предназначил вас. Не важно, как мы сюда попали, важно для чего. Не важно, из чьей утробы мы вышли. Важно, что мы родились не по воле человека, но по воле Бога. Вы не случайность. Родители могут сказать, что не планировали вас, но Бог сказал, а вот и я запланировал тебя до того, как ты сформировался в утробе матери. Бог сказал, я познал тебя. Ты должен был родиться, должен был жить в 2021 году и войти в 2022 год с великой судьбой во имя Иисуса. Если вы узнаете, кто такой Христос, вы узнаете, кто вы. Поднимитесь над сверстниками и станьте тем, кем Иисус предназначил вам быть. Люди видели в Иакове, обманщика, Бог взглянул на него и увидел принца. Бог смотрит не так, как смотрим мы. Он не смотрит на внешнее. Ему не важно, насколько вы лоснитесь. Он не смотрит на бирку вашего костюма. Он не смотрит на бренд вашей машины. Он смотрит на качество вашего сердца. Доверили ли вы ему свое сердце? Принадлежит ли оно ему? Он поведет вас туда, где вы и не мечтали оказаться. Поверьте тому, что я говорю. Он сотворит в вашей жизни удивительные вещи, когда вы доверитесь ему. Я всегда говорю, что одно дело держаться за Бога, и другое верить в себя Ему, потому что Бог никогда вас не оставит. Многие из вас забыли, что сделал для вас Иисус. Многие из вас снова стали Симонами, как тот Симон из Библии. Но Бог сказал, «Все, ты не Симон. Ты Петр. Я возложил на тебя руку. Я заплатил за тебя цену». Хочу сказать нашим зрителям, что Бог очень любит вас. Он заплатил за вас высокую цену. Он пролил за вас свою кровь. Он знал, что вы будете живы и увидите эту программу. В Пакистане вы или в России, где бы вы ни были, Иисус любит вас. Люди пытаются найти жизнь в разных местах. В отношениях, в религии, в наркотиках, в славе, в богатстве. Люди пытаются найти значимость. Но в этих вещах вы ничего не найдете. Даже в друзьях, которые сегодня вас подбадривают. Завтра эти друзья уйдут, и вы останетесь один. Библия говорит, что каждый умрет и предстанет перед судом. Однажды мы все предстанем перед Иисусом, но нам не обязательно стоять перед Ним, как перед судьей. Мы можем стоять перед Ним, как перед Спасителем. Сегодня вы можете принять Его в свое сердце прямо там, где вы есть. Сегодня вы можете позволить Иисусу войти в вашу жизнь. Вы можете вернуться, как Симон, и вновь последовать за Иисусом. Положите руку на свое сердце, закройте глаза и забудьте о своих друзьях. Забудьте о тех, кто хочет посмотреть крикет, о тех, кто кричит и пьет где-то рядом. Сейчас ваше время с Богом. Положите руку на свое сердце и скажите, «Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Спасибо, что любишь меня. Спасибо, что умер за меня. Я хочу следовать за Тобой и быть тем, кем Ты призвал меня быть в моем поколении. Во имя Иисуса я отдаю все Тебе». Продолжение следует...